Праздничные мероприятия Праздничные мероприятия Праздничные мероприятия После все действия переместится в Ленинский мемориал, где в фойе здание развернется историческая и филателлическая выставки. В качестве экспонатов – фотографии из личного архива училища, знамена и документы. Ближе к вечеру на сцене Ленинского с праздничной программой выступит ансамбль песней и пляски «Российской армии» имени Александрова. О том, где прошла юность и где учились водить боевые машины, ветераны вспомнят 8 сентября – заключительный день празднования. На эту дату запланирован полевой выход. Полное погружение в былую курсантскую жизнь с обедом из гречки чаем состоится на полигоне в Поливно. В целом, готовиться к круглой дате начали еще два года назад. Еще раньше Совет ветеранов танкового училища организовал план действий по увековечиванию памяти выдающихся людей, командиров, начальников и героев. Так, в городе появились улицы генерала Табакина, Кашубы, Шурова и Мельникова, а на домах городских проспектов – мемориальные доски. Был разработан советом вариант памятной доски совместно в содружестве с художником Смиркиным Игорем Степановичем. Мы разработали стандарт, по правой стороне портрет героя, а затем все данные его, чем он знаменит. В 2012 году мы уже в торжественной обстановке открыли такую памятную доску на улице генерала Мельникова. В скором времени откроют еще две таблички имени Табакина и Лавриненко. Неоценимый вклад Совет ветеранов внесся в создании книги, на странице которой весь боевой путь училища в историях и лицах. Книгу включает семь глав. Каждая глава посвящена определенной исторической веке. Книга иллюстрирована 378 фотографиями. Это достаточно большая архивная работа, фотографию нужно было отыскать, обработать, разместить в таком порядке. Книга, основанная на исторических документах, напечатана тиражом тысячи экземпляров. Заключительные строки каждой книги – это история Суворовского училища дня сегодняшнего. Ринат Альулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова